Накануне на Сахалин было отправлено 8 новых пассажирских вагонов, произведенных на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в Трансмашхолдинг. В приемке нового подвижного состава приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев и генеральный директор пассажирской компании Сахалин Дмитрий Костыренко. Об этом рассказывает наш корреспондент. Сделка была профинансирована в ЭПРФ, в том числе с использованием льготного финансирования, предоставляемого приоритетным проектом Дальнего Востока и Арктики. Тверской вагоностроительный завод, пассажирская компания Сахалин и корпорации развития Сахалинской области начали активное сотрудничество по обновлению подвижного состава с 2016 года. За это время Сахалину было передано 22 вагона нового модельного ряда. Очередная поставка состоялась на днях. Теперь Сахалин получит еще 8 вагонов с местами для сидения, два из которых с купе для маломобильных пассажиров. 34 вагона уже пришли на Сахалин, три из которых подскартные, один штабной. И на самом деле подскартные вагоны наиболее востребованы у жителей Сахалинской области. На сегодняшний день мы провели все подготовительные работы, провели обкатку и со следующей недели уже они будут включены в составы поездов дальнего следования и будут перевозить наших пассажиров. В салонах есть система кондиционирования воздуха, аппарат раздачи питьевой воды, информационное табло, экологически чистые санузлы. Подвижной состав будет использоваться на межобластных маршрутах Южно-Сахалинск, Паранайск и Южно-Сахалинск-Тамари. Ключевые цели проекта — расширить маршрутную сеть пригородного сообщения на территории Южно-Сахалинской агломерации, сделать поездки с отдаленных территорий в областной центр более комфортными. Мы уже постоянные клиенты в трансмарш-холдинге. Ну и, соответственно, все вагоны, которые мы забираем, они пользуются, в первую очередь, хорошими отзывами у людей. Ну и, соответственно, в обслуживании тоже у нас не возникает никаких проблем. Соответственно, достаточно качественная компоновка сидушек, отделок и прочее не вызывает никаких опасений по их длительной эксплуатации. Проект соответствует целям и задачам стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года. Входит в перечень поручений президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов. Ежегодно на Тверском вагоностроительном заводе выпускается порядка 1200 вагонов и кузовов. Кроме железнодорожных агломераций в России, современными вагонами обеспечиваются железные дороги Беларуси, Казахстана, Египта и ряда других стран.